Егор Дулебов, российский террорист, член боевой организации социалистов-революционеров, убийца уфимского губернатора Николая Богдановича. Егор Олимпиевич Дулебов родился в 1883 или 1884 году в христианской семье. С юношеских лет работал слесарем в железнодорожной мастерской в Уфе. Там в 1901 году он познакомился с социалистом-революционером Егором Сазоновым, высланным в Уфу под полицейский надзор за участие в студенческих движениях, и вошел в его революционный кружок. Вскоре после этого Сазонов познакомил Дулебова с руководителем так называемой боевой организации социалистов-революционеров Григорием Гершуни. Гершуни предложил Дулебову совершить убийство уфимского генерал-губернатора Николая Богдановича, приговоренного к смерти партии социалистов-революционеров-эсеров за расстрел рабочей забастовки в Златоусте, на что тот дал согласие. Убийство Богдановича было намечено Гершуни на 6 мая 1903 года. Несмотря на то, что член ЦК партии эсеров Евна Азов, ставший впоследствии главой боевой организации, предлагал для совершения убийства двух уже проверенных в деле ее членов, скрывавшихся в то время в Двинске, исполнителем был назначен Дулебов. В день проведения акции Дулебов отправился уфимский городской сад, где любил гулять губернатор. Подойдя к нему, террорист несколько раз выстрелил, бросил листок с приговором боевой организации рядом с телом Богдановича и побежал. Полицейские пытались организовать преследование, но Дулебов начал стрелять, и вскоре они отстали. Убийце пришлось бежать вместе с Гершуни из Уфы, после чего его переправили с границу. Сам же Гершуни вскоре был арестован в Киеве и сослан впоследствии на бессрочную каторгу. Через некоторое время Дулебов под фамилией Агапова вернулся в Российскую империю, скрываясь поочередно в Екатеринбурге, Саратове и Баку. Он продолжал вести революционную деятельность, работал в местных типографиях партии эсеров. Весной 1904 Дулебов получил предложение войти в боевую организацию и принял участие в покушении на министра внутренних дел Российской империи Вячеслава Плеве. Впоследствии организатор погушения на Плеве и заместитель Азефа в организации Борис Савенков писал, в боевой организации все товарищи относились к нему с большим уважением за его отвагу, преданность делу и практический опыт. Во время подготовки к акции, согласно воспоминаниям того же Савенкова, Дулебов сильно сблизился с членами боевой организации Иваном Каляевым и Дорой Бриллиант. Дулебов осуществлял наружное наблюдение за каретой Плеве во время подготовки к его убийству. Основным металльщиком бомбы был назначен его давний друг Егор Сазонов. Покушение удалось совершить 28 июля 1904 года, после чего Дулебов и все оставшиеся после ареста на месте убийства Сазоновой и металльщика Сикорского спешно уехали из Санкт-Петербурга. Вскоре в августе 1904 года Дулебов и еще один член боевой организации Максимилиан Швейцер вернулись в Петербург с целью организации покушения на петербургского градоначальника Трепова, которое впоследствии сорвалось. 26 февраля 1905 года Швейцер погиб в результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в гостинице «Бристоль», после чего полиция начала активный розыск его сообщников. 16-18 марта 1905 года Дулебов в числе 17 членов боевой организации, как позже выяснится, в результате предательства Азофа был арестован полицией. Почти все арестованные были освобождены по манифесту об амнистии. 17 октября 1905 года Дулебов психически заболел в Петропавловской крепости и был отправлен в психиатрическую больницу имени Николая Чудотворца, где в 1908 году и скончался, так и не назвался его настоящего имени. Все это время Дулебов значился во всех документов как Агапов. Продолжение следует...